Привет, друзья! Ещё в январе китайцы мне писали, протестируй нашу электростанцию. Я даже немножко прифигел, какую ещё электростанцию. Потом выяснилось, что портативную. А потом, когда всё это дело пришло, выяснилось, что даже и не электростанцию никакую вовсе. В общем, когда ко мне пришёл этот кубик, я сначала думал, что это какой-то хитрый БПшник. На момент переговоров не очень было понятно. Но впоследствии оказалось, что не совсем БП... Ну, в общем-то, не БПшник в принципе. Но такая вещь похожа. Вещь интересная всё равно. Ну, на мой взгляд. И, на мой взгляд, опять же, она полезная. Поэтому давайте её рассмотрим, как у нас заведено со всеми подробностями. Компания называется Нову. Наверное, всё-таки так читается правильно. Почему я говорю, что это китайцы, об этом позже, в конце ролика. Сейчас давайте к этой штуке. Это фактически большой, здоровенный, огроменный пауэрбанк, в котором есть аккумулятор. И на этот аккумулятор мы тоже чуть-чуть попозже посмотрим. В комплекте есть сетевой адаптер для зарядки и кабель для зарядки от розетки 12 вольт в автомобиле. Ну, или от прикуривателя. Это уж какой-то этот разъём сам себе назовёте. В инструкции указана ещё и зарядка от солнечной батареи, которая в комплект не входит. Ну, как и автомобиль, впрочем. Ну что, зарядили, и надо теперь его с собой куда-то брать для того, чтобы им воспользоваться. Вес этого кубика чуть больше, чем 3 килограмма 200 грамм. И что мы можем получить, таская его с собой? Выходы. Переменный ток 230 вольт через инвертор. Инструкция говорит о максимальной мощности 300 ватт. Розетка автомобильная 12 вольт 3 ампера и 4 USB порта. USB-C Power Delivery от 5 вольт до 20 вольт 2 и 25 ампера. То есть максимум 45 ватт USB-A. Максимум 18 вольт до 18 ватт. Есть ещё встроенный фонарик. И вот это, наверное, всё. Теперь давайте посмотрим, как всё это работает. Для начала я нагрузил розетку 230 вольт в таком сценарии, что вот у меня есть Intel NAC. И вот 4К-монитор, который я подключил. Ну, вот как бы просто компьютер, да, мобильный пусть он такой вот переносной, компактный. Но всё же полноценный. Это не ноутбук, у него нет собственной батареи. Вот я подключаю это к розетке 230 вольт, клавиатуру, мыши и автономно работаю. Посмотрим, сколько проживёт вот этот вот аккумулятор в таком режиме. В NAC установлен процессор Intel i7-8809G. Это Kaby Lake G. Тот самый, что с графикой Radeon Vega MGH. Производительность примерно 10.60. Ну, уровня 10.60 у этой графики. Я решил, что вам больше всего будет интересно, сколько такая конфигурация проработает в режиме игр на этом кубике. Всего до полной разрядки получилось 2 часа 22 минуты. Батарея зарядной станции заявлена на 296 ватт-часа. И по времени, ну, результаты похожи. А вот полная зарядка от сети длилась аж 6 часов 15 минут. Через автомобильную зарядку заряжается больше 9 часов. Если помните, в одном из видео я разговаривал с представителем химфака МГУ, изобретателем Олегом Дрожжиным. Под его началом делают натрионный аккумулятор. Так вот, он тогда сказал, что одним из основных врагов долгожительства аккумуляторов является как раз-таки быстрая зарядка. И поэтому то, что аккумулятор не заряжается за 15 минут, в общем-то, не так уж и плохо с точки зрения срока службы. Другой сценарий. Зарядка ноутбука с аккумулятором на 76 ватт-часов. Напомню, у аккумулятора зарядной станции заявлено 296 ватт-часов. Но в итоге у меня получилось сделать только одну зарядку полную, полноценную, и вторую только до 75%. Большие потери на инверторе, надо полагать, или особенности моего ноутбука. При зарядке он был выключен. Для того, чтобы включить блок с портами USB, нужно нажать на кнопку над этим блоком. Точно так же и на другие блоки можно включать. Говоря о батареях смартфонов, привычно уже считать в миллиампер-часах, полученные чаще всего при расчете от напряжения 3,7 вольта. Если вам так привычнее, то аккумулятор зарядной станции заявлен 80 тысяч миллиампер-часов, или 80 ампер-часов. Для этого теста, какое количество смартфонов вытянет этот аккумулятор, этот вот переносной, сложно сказать, что переносной, но переносной, конечно же, его уже можно переносить. Не такой уж он тяжелый, не 20 килограмм весит, не автомобильный аккумулятор. Вот, в общем, для теста со смартфонами я взял Pixel 4a в Galaxy S10e и S21. Вот, три смартфона, ну, потому что с одним было бы очень-очень долго, у меня с тремя-то получилось очень долго, то есть я по кругу их разряжал-заряжал, вот, но средняя батарея получается вот из этих вот смартфонов, то есть у них немножко разный объем, вот, но в среднем получается батарея 3000, чуть больше, чем 3400. В общем, несмотря на то, что у меня было три смартфона и заряжал их по кругу, я все равно провозился неделю и смог сделать 19 зарядок. И нужно сказать, что за эту неделю была пара ночей, когда эта зарядная станция ночевала на улице в машине при минусовой температуре. Так что зарядок подряд, если их делать, могло быть больше, ну, наверное, на одну, может быть, точно могло быть больше, то есть 20 зарядок. Так, а теперь разбираем этот кубик и посмотрим, что же там у нас внутри. Располовиниваем зарядную станцию, слева вентилятор, 50 мм расположен напротив радиаторов, которые участвуют в охлаждении транзисторов китайской компании. Сборку вы сами видите, но интересует меня, ну, в большей степени аккумулятор, если честно. В прошлом я уже натыкался на китайские изделия, где аккумулятор не соответствовал маркировке на упаковке. Тут набор из 8 аккумуляторов литий-ионных без маркировки. Разобрать блок полностью непросто, непросто его даже достать, вытащить из пластикового блока. И я, на самом деле, не стал, боясь нарушить целостность литий-ионных аккумуляторов. Ну, поверим, что каждый по 37 ватт-часов. Собрал все обратно, и теперь мне осталось проверить только, как себя ведет эта зарядная станция при максимальной нагрузке. Максимальная мощность, заявленная по документации, 450 ватт, но это по всем линиям сразу. А если мы берем только розетку 230 вольт, то здесь у нас мощность получается, максимум, как я уже говорил, 300 ватт. И вот сейчас я нагружу на 300 ватт эту зарядную станцию и посмотрю, как она будет работать, вывезет ли, отработает ли полный аккумулятор, или, быть может, что-то случится. Для теста я взял сборку на базе 12600K и Radeon 6700XT. Два SSD, блок питания на 500 ватт, два модуля памяти, монитор, ну, в общем, стандартное оснащение. Нагрузкой выступил Furmark, и получил я потребление выше 340 ватт. Но все нормально, зарядная станция отработала без каких-либо проблем, без эксцессов во время работы. А само время работы составило 45 минут. Заявленные нагрузки тянет. Теперь о том, что же это за контора Никанора такая, Нову. Надеюсь, я правильно произношу, и это Нову, действительно. Так вот, они заявляют, что у них есть адрес в Германии, в Дюссельдорфе и в США, поэтому они позиционируют себя как международная компания, но производится он, естественно, все это в Китае. Пишут мне китайские пиарщики, обычно так это всегда и случается, что вот полностью китайская компания, у них есть какой-то адрес, или представитель где-то там в Европе, в США, еще где-то. Или просто адрес, на который они могут принимать, там, я не знаю, корреспонденцию, допустим. Это очень часто. И они говорят, мы международная компания. Вот, хотя все это вот обычно... Но в России я вот эту штуку в продаже не нашел. Возможно, они меня просили, вы получили наш товар, но не выкладывайте видео. Блин, мне на самом деле стало жалко времени, которое я на него потратил, потому что довольно много все эти вот зарядки-разрядки заняли вот так. То есть я обнимался с ней, что, так просто... Нет, ребят, я все равно расскажу, но давайте, ладно, все по порядку. Так вот, и возможно, потому что ее нет в России, и теперь, может быть, и не будет, поэтому они просили не выкладывать этот видос. Но я не нашел на Алиэкспресс его, в российских магазинах не нашел, на Алиэкспресс не нашел, нашел в европейских магазинах. И там он стоит 310 евро, ну, соответственно, со всеми их европейскими налогами. Это примерно 28 тысяч рублей на момент съемки этого видео. Но, может быть, меньшая проблема эту хреновину оплатить где-то в Европе, как доставить. Хотя, может быть, и наоборот, я сейчас ни в чем не уверен. И вот этот вот призыв, да, давайте мы не будем про него рассказывать, потому что его, наверное, потому что его вот нет на рынке, я так подумал. Но у нас же сейчас не реклама, да, теперь у нас с февраля нет никаких рекламных контрактов, ничего, то есть YouTube стал для нас, для нашего канала, по крайней мере, вот тем самым, чего многие так долго ждали. То есть исключительно для энтузиастов, вот если ты хочешь просто производить какой-то контент и делиться без всякой рекламы, вот, пожалуйста, это время настало. Вот, поэтому все это, конечно, на голом энтузиазме. Просто знакомимся с устройством. Ну, вот, познакомились. Честно, я вам уже сказал, мне он понравился, вот. Ну, и на этом, я думаю, следует заканчивать. Если что, пишите в комментах, отвечу, и она остается у меня. Я не думаю, что ее кто-то будет забирать. Так что могу что-то еще дополнительно проверить. И пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok